аки азам расскажите пожалуйста как заканчивается ваш день как заканчивается только не сегодняшний сегодняшний мы уже в курсе вот обычный будний день наверно как и у всех нормальных людей ужином а потом уже общением за столом с членами семьи а потом уже просмотр любимых программ телевизионных наверстывание ленты в интернете а потом уже наверное все таки спать мне кажется все нормальные люди заканчивают свой день именно отходом ко сну вот смотрите вы заканчиваете рабочий день и сразу домой или есть какие-то определенные моменты там что вы можете позволить себе с друзьями увидеться или пойти там с коллегами день будет посидеть но я вам рассказал о своем обычном не а есть еще и такие дни когда не только семья но и друзья конечно естественно живой человек живые люди живое общение тем более с моей профессией у меня профессии всегда получается так что не всегда успеваешь вовремя именно в рабочий день уложиться сделать все свои дела поэтому что-то оставляешь после работы а что-то планируешь после работы ну естественно больше времени конечно уделяешь семье так наверное все делают я так думаю а вы затронули затронули соцсети у вас очень интересная запись в фейсбуке азамхон акбаров женат трое сыновей вот не интересно как приходит в голову написать вот именно вот такой месседж это почему принято мне это не месяц я заполнял там 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 же есть поле где нужно заполнить информацию себе я думал может быть нет это вот в фейсбуке же есть такое то ты заполняешь информацию некоторые мои друзья вообще умудряются после 20 лет брачной жизни семейной жизни вдруг они понимают что все таки нужно эту кнопочку нажать а потом в браке бах и поступают поздравления а уж ночью был занги в теме получается же иногда так давно вы просто заполнила я заполнил просто информацию себе а это как-то выходит в ленте или где по-моему это в информации когда копаешь и человеку информация сейчас вам покажу да это вот ваша страничка это скриншот да и это появляется вот здесь под вашим именем ну видимо да видимо как-то я или они правильно заполнил или правильно заполнила но там выскочил скорее всего правильно я думаю можешь поклонницы много пишут из этого вы там даете информацию о том что вот типа соблюдайте дистанцию или такого не может да нет в принципе как бы у меня никогда таких проблем не было вот поэтому личную информацию о себе в принципе я никогда не скрывал немного поговорим о говорите в азия вот вы являетесь директором этого телевидения кто у вас утверждает стилистику дизайн именно на телевидении все сами все сами но в большей части я потому что как бы я на себя как бы взвалил еще по помимо обязанности директора я взвалил еще на себя добровольно еще как бы обязанности продюсера как бы а есть у вас там креативный отдел или там маркетинг такие отделе тоже естественно в любом телевидении есть в том числе и нашим а вы позиционируетесь как юмористический канал или нет нет мы позиционируемся как информационно развлекательный канал а у нас есть информационная часть соответственно это новости какие-то другие информационные программы например утреннее шоу салон худжан вот соответственно мы как-то вот делаем так чтобы у нас была и информация соответственно и развлекательный контент ну при всем моем уважении но вот этот дизайн вот сколько лет вашего дизайна я я с вами соглашусь в этом плане мы уже работаем на дизайн да а сколько дизайну лет смысле где вы имеете ввиду логотип логотип да вот т.в. азия ой если я не ошибаюсь ему больше 15 лет за 15 лет вы ни разу не вменяли а зачем ну вам никто не говорит то что но это ужасно но вы такой вот вот в городе мы можем затем из лидер может может быть нам никто об этом не говорит на некоторые вещи мы уже сами начинаем чувствовать что нужно что-то все таки меня вы как-то сказали то что реклама в общем в худжанде очень дешевая что вы имеете ввиду под словом дешевая ну потому что она дешевле на много раз и в душам бы а вы имеете меня сравнивать правда по сравнению с душам битскими ценами со столичными ценами вы имеете ввиду именно финансовую часть или по содержанию по качеству нет я не я большей степени имел ввиду именно цену как вы думаете что можно сделать чтобы вот это отношение поменялось и цены и стали намного выше вы давно в этой сфере да ну во первых я считаю что это все произошло не от хорошей жизни я считаю что появились игроки на рынке которые стали очень жестко демпинговать этой цены вот поэтому видимо это довело до того что как бы цены на рекламу именно в худжанском регионе в сахдийской регионе как бы они сложились так такими очень слово дешевое немножко некрасивое слово но она намного ниже чем допустим даже столица ну это чтобы всегда сравниваем однозначно однозначно вот вы являетесь один из лидеров насколько я знаю в ученик ну по телевидению или вон между вы обо мне так думаете то я не смею с вами спорить я я сейчас имею ввиду по сравнению допустим вот как вы думаете какие кто ваш самый серьезный конкурент в этом плане по 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 интересу вот к вашему тв недооценивать конкурентов никогда не надо я всегда считал что конкуренция должна быть чем она должна быть здоровой я считаю что в плане телевидения у нас очень достойные конкуренты sm1 появились новые каналы которые как бы не дают расслабляться и как бы дают знать что могут наступить на пятки нужно работать в россии есть канал тнт и вы серьезно сравниваете себя с каналом тнт я между именно вот именно азия тв нет я может быть где-то вы прочитали может быть вы где-то услышали не знаю но по своим внутренним ощущениям и и я не говорю что мы сравниваем себя то есть канал азия стенты мы хотим работать в той же концепции по которой работает тнт ну у них же новостных блоков нету ну в тнт данный может быть наступит момент когда у нас будет второй канал который будет посвящен только развлекаловки новым на данный момент да на данный момент у нас есть новость но это для для нас не долго если мы хотим быть похожими допустим и стремимся быть похожими но хотя бы в чем-то тнт это же не значит что мы обязательно должны копировать все что делает тнт я в целом говорю папа по содержанию по концепции вещания может быть что-то от тнт мы как бы позаимствовали в данном случае может быть территории юмора вы имейте ввиду но на вопрос что вы оцениваете больше и как вы думаете что что у вас на ты на тв номер один вы сказали что новостной блок да почему а потому что я всегда считаю что новости это всегда интересует людей а в большинстве то что больше больше зайти больше люди интересуются свежими новостями о том что происходит именно в их регионе а мы региональный канал по поводу рекламы много жалуется что у вас очень много рекламы на тв во всех телеканалов в том числе и у нас я абсолютно с вами солидарен зарабатывая и это все результат чего дешевой рекламы а лично мне это не нравится очень сильно не нравится я сейчас говорю предположение да вы можете со мной согласитесь можете сказать что блин я с вами не согласили с тобой не согласен я не обижусь даже если вы на ты ко мне будет обращаться абсолютно вы не думаете то что нужно сделать такой контент вот сильный контент и диктовать свои условия рекламодателю и говорит то что в идеале вы правы будет в идеале вы правы так и надо делать что мешает а что мешает ну в принципе ничего надо просто найти нужные средства для того чтобы преобразовать это все на и поставить на нужное русло собственно чем и сейчас и занимаемся азия же завтра не прекращать свою деятельность я очень надеюсь я очень надеюсь на будущее как бы намечаем такие планы как вы говорите действительно но сложно конечно но мы сейчас ведем как бы работу в этом плане все таки это будет очень такая аналитическая работа я думаю что в скором будущем мы с вами услышим и увидим вот это вот преобразование и про и про имидж вы сказали и про логотип вы сказали все таки да нужно шагать ногу со временем и нужно менять что-то чтобы не надо есть своему зрителю согласен вы можете хотя бы какой-то промежуток времени сказать там год-два сколько нам ждать что через а через сколько это будет да я думаю это произойдет в ближайшие пару лет пару лет на мне я пару блоков посмотрел из вашего ну честно не по тв а именно в интернете вот эти субтитры с тем что продается квартира подар продаются там пластиковые окна до сих пор актуальна ну если заказывают значит актуально действительно люди приходят за это ходит заказывать до много ну определенную часть бюджета это закрывает серьезно это же на имидж влияет сильно или не кори ну допустим я смотрю какой-то фильм и там снизу появляется титры о том что блин кто-то продает квартиру и там номер телефон а здесь с ними дискомфорт здесь здесь с того момента как сформировались местные телеканалы если нашему телевидению 20 лет в течение я говорю о нашем телевидении то в течение 20 лет люди уже как-то привыкли к этому это не вызывает у них никакого чувства раздражения поэтому и потом почему бы не использовать эту площадочку маленькую в принципе это не запрещается по законам телевидения по законам рекламы и смотреть по поводу то есть вы имеете ввиду что это отпугивает зрителей это ну это это во первых по моему это влияет на статус если если вы будете позиционироваться и сравнивать себя с другими стран странами телевидение других стран то я думаю что чтобы не терять там и мечта и не терять свой вот этот статус я думаю что это слишком слишком низко для такого канала ну возможно возможно там большие финансовые потоки которые вы говорили но я не сказал что это большие финансовые потоки но тем не менее это решает какие-то какие-то вопросы какие-то расходы закрывают поэтому мы мы пока еще как бы держим это все но все-таки я склонен к тому что в ближайшем будущем как я уже сказал можно ближайшие пару лет может быть это все как бы изменится ну вот крайне мере мы над этим работаем и хотим это изменить в принципе в целом я понял суть вашего вопроса и в чем-то я с вами согласен в этом плане давайте вот для сравнения на в процентном соотношении есть рекламный блок до который происходит там переход на рекламу и люди визуально видят рекламу они субтитры какой процент по стоимости разница между субтитрами которые снизу появляются и именно рекламный блок не ну рекламное время визуальная реклама видеореклама она естественно дороже чем бегущая строка но тем не менее бегущую строку больше заказывает нет не более чем рекламные ролики в принципе бегущая строка не приносит столько сколько рекламный ролик рекламное время то есть вот эти блоки рекламе я же говорю тем не менее деньги вырученные за счет бегущей строки закрывают определенные расходы с первого дня когда я начал подготавливаться к общению с вами волнует один вопрос почему на территории юмора нету девушек да спасибо большое так резко музыку оборвал еще раз поставить что ну как-то так сложилось я я лично себе не задавал это вопрос в принципе по моему ребята не забрать вы им задавали этот вопрос когда общались я им задавал да я лично никогда не задумывался над этим принципиально когда почему так ну как-то все идет и так без девушек в принципе получается нормально и я не вижу острое необходимости того чтобы у нас появилась какая-то девушка если мы поймем если мы почувствуем что нужна какая-то свежая кровь из противоположного пола скажем тогда если мы сможем найти соответствующие как бы кадры для этого почему бы и нет но я честно говорю я не лукавлю я честно говорю я как-то не задумывался даже над этим вопрос были какие-нибудь кастинги они приходили вообще и проходили конечно кастинги были мы делали кастинг на стендап набирали молодых стендаперов и среди них была одна девушка которая довольно неплохо выступала но она никак не попала в команду не мы мы набирали не резидентов на территории умра мы набирали резидентов на шоу стендап стендап ну есть вы поняли мы как-то 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 мы хотели чтобы какой-то веяние какой-то какой-то вот что-то интересно у нас тоже было пусть даже это будет не нечто похожее на тнт в принципе этого не никогда не скрывал и и люди прекрасно понимают что телеканал азия в чем-то повторяет тнт для меня это в принципе не проблема почему бы и нет если людям самое главное интересно если люди ходят смотрят почему бы и не сделать а постепенно постепенно уже как бы может наработаться и свой опыт своя личная как бы свой личный личный другой отличающийся от других направлений или имидж своя стилистика к этому нужно идти вот как вы думаете кто основная аудитория вашего шоу территорию моторителю думаю что в основном молодежь молодежь до 3 реально серита реально не ну если судить по по youtube просмотром в основном это россия в основном это наши соотечественники которые за границей в россии в большей степени россия потом все-таки таджикистану потом дальше больше другие страны но в большей степени нас по моему если мне память не же не изменяет это россия то есть это наши соотечественники ну с этим я абсолютно согласен но это уже по просмотру потому что у нас есть какие-то сложности с интернетом я сейчас немного о другом опять же заранее скажу что я ничуть не не против того что это делается не задавайте вопрос не оправдывайте или давайте вопрос не мне нужно об этом сказать потому что много вопросов на мне будет то что по поводу того что вы делать это на хучанском диалекте я когда просматриваю много чего я не понимаю и ну блин я смотрю в зале смеются ну блин думаю да это смешно но о чем был юмор я не очень интересно вот когда мы выезжаем в душамбе все-таки мы стараемся немножко сделать материал понятней для для скажем южного диалекта или для столичного зрителя все-таки я с вами согласен мы не раз обсуждали с ребятами вот этот вопрос в принципе на перед нами поставлена задача чтобы мы как бы прекратили быть и оставаться только локальным проектом мы хотим чтобы все-таки нас понимали и в душамбе и в россии чтобы это был некий такой усовершенствованы более усовершенствованный язык чем ограничиваться диалектическим языком я сейчас говорю только о том что вы сами себе сокращают с вами заговорил согласен что вам мешает вы хотите спросить не ну конечно ну вот что что он мешает ну вроде бы ничего вроде бы ничего не мешает надо просто брать и делать это все вы 4 но по сути дела по сути дела вопрос как бы в принципе вокруг вопрос должен быть направлен не только ко мне как продюсеру но и к ребятам которые в принципе работают на материал ну к вам как продюсер мне сейчас приходится держать перед вами ответ я все-таки отвечаю вам как продюсер да нужно стремиться к тому чтобы нас понимали не только в худжанде но и везде а когда последний раз выступали в душамбе последний раз выступление было в ресторане як в душамбе в диор душамбе помню а каймусо а кимусо заказывал или я честно не помню надо но мы разговаривали с мусо не сложно было вы знаете все таки когда мы иногда ездим в душамбе выступать получается так что в большей степени собирается такая аудитория которая поднимает наш материал но среди душамбинцев среди местной аудитории тоже есть люди которые которым интересен сам 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 худжанский акцент или худжанский диалект приходят именно за этим материалом и немало местных ребят которые вот именно приходят числа посмеяться поприкалываться именно им нравится только ребята наши шутят именно с худжанским диалектом но все-таки в большей степени собирается публика который все-таки понимает ну ну насколько я знаю все где несколько диалектов ну да в принципе да вся дискова также какие также как и на юге ну да ну они в они понимают ваш юмор именно территории юмора то есть вот другие вот диалекты в сокде ну судя судя по тем комментариям которые иногда они оставляют именно с южным диалектом они все-таки смотрят нас их ним и их может быть не так уж густо чем допустим тех которые понимают наш диалект но все-таки определенный интерес они проявляют к нашему к нашему творчеству судя потому что они оставляют именно комментарий свои именно с вот с таким этим вы иногда выходит как ведущий этого шоу почему в миниатурах правильно вы никогда не участвовали почему иногда меня ребята заставляют это делать особенно я сейчас вам скажу ну в общем да за весь период существования территории юмора я может быть участвовал в трех или четырех их миниатюрах за четыре года за четыре года ну когда нужно ребята меня просят я в принципе не отказываю когда они видят что это нужно это должен сыграть допустим я я как-то в принципе не комплексу я же бывший к венщик какие-то какие-то может быть задатки еще остались я посмотрел как делались шутки четыре года назад ну как вы только начинали 2016 и насколько изменились они сейчас опять же если ошибаюсь вы меня можете поправить по моему раньше было намного смешнее ну это ваша личная точка зрения да это же ваша личная любой человек высказывает свою точку зрения исходя своего восприятия как у нас прямо воспринимать вы знаете я все-таки соглашусь с вашим мнением по одной простой причине что таких отзывов в последнее время в принципе много я считаю что это нормально потому что если мы как бы работали и приучили нашего зрителя к одному уровню то в принципе нельзя спускаться ниже того уровня который ты уже поставил поэтому мы с ребятами очень часто обсуждаем все выступления очень часто разговариваем и речь в большей степени в этих обсуждениях идет о том чтобы нужно как бы не только удерживать вот этот уровень с которого мы начинаем новую нужно развивать кончать четыре года уже как бы достаточно большой опыт и большое время достаточно время чтобы уже как бы расширяться и повышать свою планку уровень своего творчества но я согласен с вами рекламы в одном блоке намного больше сон если продолжительность полчаса там четыре блока по моему нам и получается вы опять же можете меня поправить вы не думаете то что немножко интерес поменялся у ребят из-за рекламы из-за финансов а интерес поменялся в каком в каком отношении то есть они подумали если решили или вы подумали решили что что давайте больше водным рекламные блоки делать в том же направлении в шутку но пусть это будет рекламные блоки на чем мы будем зарабатывать а вы имеете ввиду рекламу спонсоров внутри миниатюр да а во первых это как бы происходит не не потому что они захотели это сделал это есть принципе у нас договорах со спонсорами что мы через определенное время своих миниатюрах будем посвящать им материал какой-то шуточный принципе это и как бы срабатывает и привлекает спонсор вообще у нас пакете спонсорам очень много вещей которые они получают от нас но опять таки мы сталкиваемся с тем что конечно хотелось бы на много раз повысить цену спонсирование но учитывая то что в регионе как бы сразу это не удастся сделать как столице а я знаю что столице на самом деле очень как бы высокие цены хотя в принципе у меня есть свое видение по поводу столичного контента но это уже как бы не важно вот я считаю что с нашим неплохим контентом можно было бы и подороже продавать столичный контент вы что имеете виду сейчас уже я не хочу акцентировать внимание на 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 какие-то отдельные мероприятия которые хорошо продаются но по сути по качеству по содержанию лично я думаю что они как бы не соответствует не соответствует заявленной цене но это бизнес принципе как смог продать так и продаешь сейчас о юморе говорить юмористические в принципе да контент да ну так же мое мое субъективное мнение можно так сказать то финансирование который получает именно территория юмора в общем она прозрачна с ребятами или вы просто к ним обращается говорить так сегодня вы получаете вот столько то или в этом месте вы получается вот столько 위해서 удовлетворит ответ да что и не должен вам раскрыть какие-то детали как вам уже абсолютно прозрачно и факт того что ребята уже четыре года мы работаем вместе наверное все-таки говорит о том что все абсолютно прозрачно и люди знают как мы работаем и как мы зарабатываем и как это все говорится поощряется а как вы думаете что их больше держит именно финансовая часть или я я все-таки думаю что до сих пор это большой интерес к тому что они делают я очень боюсь не то что боюсь я остерегаюсь того что кого-то это может испортить вот именно как бы финансы они есть риск того что могут кого-то испортить ну в творческом плане ну строится вещь такая когда ты в начале творческого пути ты начинаешь делать много но получать меньше так как ты еще начал а очень плохо для творческого человека когда наступает момент и ты начинаешь зарабатывать во первых это естественно когда ты в начале пути делаешь много но получаешь меньше но подходит такой момент когда с таким же качеством и с таким же хорошим уровнем ты уже как бы работаешь меньше но получаешь больше но здесь есть одно но я уже с акцентировал самое главное чтобы качество и содержание не пострадали чтобы уровень не упал как вы сказали в принципе сформировали это и упаковали это в своем вопросе вот ребята раньше были в точек шоу и дигар шоу по моему или я ошибаюсь они не ни разу не говорили вам о том что жалеют что они вот ушли оттуда перешли в территории юмора ребята да не обсуждалось это не то джек шоу до сих пор работают ребятки они здесь причем неплохие скетчи снимают вот дигар шоу вот эта команда с которыми мы сейчас но в целом территории юмора это был контент в котором самом начале были и таджик шоу и дигар шоу вот мы начинали как бы а потом таджик шоу захотели как бы отпочковаться от этого проекта и заниматься как бы своим индивидуальным творчеством а территория юмора как бы остался как бренд и под этим брендом сейчас мы работаем я думаю что ребята неплохо как бы получили неплохой имидж неплохую раскрутку своего имени и своего скажем так мягко позитивного образа один из последних миниатюр который я увидел в ютюбе где ребята вышли на сцену и сказали то что вот четыре года назад они были все стройники худенькие а сейчас они растут в ширину как вы думаете с чем это связано с хорошей жизнью или все-таки это вы задаете вопрос возраст вы задаете вопрос о ребятах и хотите чтоб я об этом вы напрямую меня спросите я не могу я не могу ответить за них во ребята хорошо зарабатывать думаю что думаю что удовлетворительно но можно стремиться и к лучшему успеха у денег нет нету предела чем больше ты будешь стремиться больше зарабатывать тем больше деньги к тебе будут приходить но по сравнению я считаю опять таки это мое лично мнение я я думаю что все таки и то сейчас у них положение лучше ну если не учесть пандемию когда в период который всем стало тяжело потому что и мы прекратили поставить так часто концерт что понятное дело эпидемиологическая ситуация но если не учесть вот именно карантинные вот какие-то не карантинные эпидемические эпидемическую ситуацию в принципе я думаю что к четырехлетию у ребят финансовое положение лучше чем допустим к тому моменту когда мы начинали конфликтов не было по поводу кто-то никто не уходил из ребят из-за того что блин все мне мало платить я ушел я не буду в очень выступать не думал что были острые конфликты были моменты когда просто бахтер джон вот переехал жить в санкт-петербург бахтер бахлиди не то ли из у нас в москве сейчас но по жизни по жизненным обстоятельствам в принципе они как-то покидают этот город эту страну принципе но так такого чтобы как бы ребята поругались с кем-то или поругались со мной и уходили и покинули проект в принципе даже если и кто-то и уходил но это был это был такой уход который был продиктован именно жизненной ситуации они конфликтом внутри коллектива как вы относитесь к выбору профессии ваших детей в принципе я каких-то ограничений им не ставлю они свободны своем выборе что в принципе так и получается все все к этому идут я не навязывал им какую-то профессию моя задача как отца подсказать посоветовать направить если они меня послушаются если они будут следовать моим советам в принципе неплохо но так чтобы ты будешь именно врачом или ты будешь именно инженером или и ты будешь именно космонавтом первым таджикском я такого нет если они захотят полететь в космос в принципе все зависит от них если нужен будет совет и направление конечно вы говорили то что в молодости вас деньги испортили нет я такого не говорил где это говорил в интервью кому в одном из интервью сказали мы с долином мы с долином говорили о деньгах в целом вот но по-моему такого тогда не было чтобы я говорил чтоб деньги меня испортили если бы если вы меня испортили бы деньги но наверное я бы не был сегодня таким как я сейчас есть но вы сказали то что я боролся с этим и старался чтобы не было я говорил я точно помню все все момент нашего интервью я говорил что деньги это инструмент и к ним нужно относиться как к средству достижения своих целей было в жизни вот ощущение что деньги вас начинают портить в молодости да но я сейчас не мнению не этот мол молодости да я ж говорю вот для меня лично как для человека для личности вот сорокалетие был неким таким рубежом после этого я начал осознавать многие вещи которые я не осознавал раньше и далее я говорил что власть деньги и женщиной это как бы испытание для человека чтобы проверить его суть чтобы проверить что он на самом деле из себя представляет а я до сих пор верю в то что я говорил потому что деньги никогда не портят человека деньги выявляют его суть сущность сущность для вас из этих трех что самое сложное деньги власть или женщины не понял вопросы для вас самое сложное бороться с чем с деньгами с властью или с женщин с этим делом бороться не надо просто как бы есть устоявшиеся какие-то жизненные принципы которые дают мне возможность как бы без труда преодолевать вот то что я вам говорю вы говорили что в 12 лет в первый раз заработали до деньги принесли домой до родителям да а когда последний раз родителям помогли деньгами всегда я определенный процент от своего заработка отчисляют для того чтобы принести их родителям ну папа худора мотив у меня ушел 8 лет назад у меня есть такой принцип определенный процент из каждой зарплаты из каждого дохода я приношу маме и считаю это правильно низкий поклон за это вы один из вы один из узнаваемых ведущих с английской области директор телевидения тв азия и вы еще продюсер шоу территорию откуда у вас больше доход из этих трех откуда у меня больше доход до финансовый я вам еще больше скажу я занимаюсь телевидением я занимаюсь территории юмора я неплохой я надеюсь что я неплохой шоумен в принципе есть еще и другая индустрия которая в принципе неплохо помогает удерживаться в жизни это все-таки но определенный процент процентов 30 наверно или 20 это все-таки мероприятие какие-то корпоративы какие-то свадебные мероприятия и в принципе но телевидение больше поговорим немного о мероприятиях вот были моменты когда у вас не получается коммуницировать конечно как это происходит вот что может быть проблемой того что вы не можете коммуницировать ну понимаете аудитория аудитория это все-таки как живой организм и ни одна аудитория что свадебно что концертное что допустим другая аудитория массового мероприятия но все-таки на мой взгляд отличаются друг от друг не вот допустим мне кажется что в большей степени аудитория на аудиторию не совпадает на этом мероприятии может быть одна аудитория на другом мероприятии может быть другая аудитория и это все зависит насколько ты заходишь это все зависит во-первых конечно от твоего умения завлечь внимание аудитории но и и от многих других факторов насколько люди будут воспринимать твою информацию а в том числе и от просадки в аудитории и от некоторых факторов которые от технических моментов которые влияют на восприятие аудитории либо ведущего либо артиста последним человека который выступает на сцене последний неудачным выступлением я не помню значит я не помню но они были я не могу точно сказать что тогда то это было но в принципе они были я сам это чувствую вот для вас вот такие мероприятия это стресс или удовольствие это во-первых возможность еще раз подумать о том как вы уже в начале интервью без без камеры мне сказать что вы всегда собой недовольны вот это чувство меня никак не может покинуть я считаю что это правильно когда когда ты собой постоянно недоволен у тебя есть возможность исправлять какие-то свои ошибки и работать над ними усовершенствовать доводить до какого-то еще более высокого уровня когда человек начинает любоваться собой когда человек начинает удовлетворяться тем что вот я достиг а в принципе пика у достижения нету человек будет расти настолько насколько он будет как бы требовать от себя этого поэтому любой я бы я бы не сказал раньше и дальше и даже раньше в детстве вот я выступал в юности я выступал и в студенческие годы я выступал понимаете у от у человека который выступает публично внутри вот сидит другой какой-то человек который говорит вот это слово ты неправильно сказал вот вот это движение это неправильно сделал вот это вот и неправильно повернулся да это вот внутри человека собственные мысли тебе говорят а потом я понял что этого никто не замечает это я сюда это я сам себе говорю но когда я раньше очень часто спрошу ну как ну как а вот вот это вот этот момент как ты это воспринял допустим или как в это при нет в принципе мы чего не заметили но я думаю что все-таки профессионал бы заметил но очень часто вот у многих молодых ведущих и у меня в том числе было такой да и сейчас это сохраняет вот сидит внутри какая-то мысль здесь вот и неправильно проговорил это слово или неправильно так соединил или неправильно же сделал и потом пришел к выводу что да я это заметил но в принципе зритель этого может не заметить но не надо успокаиваться и не надо если ты свою ошибку как бы понял заметил ее значит ты себе не врешь значит нужно исправлять эту ошибку нужно избавиться от этой может быть часто повторяющиеся вредные привычки что вас больше всего бесит в самом заберете нет в гостях там может какие-то реплики какие-то вопросы зависимости от ситуации вот есть ситуации когда в принципе я понимаю что это опять таки зависит от аудитории от уровня культуры от уровня воспитанности и от уровня восприятия мирами мира восприятия есть аудитория которая в принципе приходит целенаправленно послушать а есть ситуации когда в принципе ты понимаешь что ну Ну, не слушает, да и не слушает. Я должен отработать свою партию, я должен выполнить свою задачу, я должен исполнить контракт. Но есть моменты, когда, допустим, меня очень сильно огорчает, когда во время выступления на территории юмора начинают как бы зрители, не все у нас. Я могу с уверенностью сказать, что мы сформировали очень хорошего зрителя. 90%, даже 95% наших зрителей, они как бы знают, куда они пришли, они как бы стараются уловить каждую мысль, каждый материал. Но все-таки среди этих зрителей, к сожалению, появляются иногда люди, которые... Однажды даже у меня был разговор с такими ребятами, они очень сильно мешали выступать. А когда я во время перерыва сказал, ребят, зачем вы сюда пришли? Они мне сказали, хай, ако, сегодня у нас очередной габ был, и вместо того, чтобы пойти в Чайхану, мы пришли на территорию юмора. Это меня очень сильно огорчило. Я сказал, ребят, ну если у вас габ, и если вы хотите посидеть в Чайхане, не приходите сюда. Не приходите сюда, если вы хотите посмеяться, а смеется тот, кто понимает материал, а просто так приходить на территорию юмора, занимать столик, выпивать водочку, и как бы неадекватно себя вести в общественном месте. Вот это меня очень сильно огорчает. А во время мероприятия вы раздаете спиртные набитки? Бывает, нет, ну, мы не контролируем, конечно, это процесс. Они сами заказывают? Это не наша задача, но иногда такие моменты бывают. Я не говорю, что всегда. Зритель, который себя уважает, зритель, который уважает зрителя, который сидит за соседним столиком, никогда не будет вести себя вызывающе. А ребята в трезвом состоянии были, они выступали или нет? А почему такой вопрос вы сформировали? Они всегда трезво выступают? Если мы шутили про алкоголь, это не значит, что мы, как бы, как правило, все ребята перед выступлением выпивают. Нет, у нас нет такого правила. Нет, я просто спрашиваю, было ли такое, чтобы они выступали в нетрезвом или не было? Я лично за этим их не замечал. Может быть и было, но в принципе, как бы... Но это, в принципе, это не приводило к какому-то фиаско или к какому-то позору. 15 апреля я читал статью, где вы написали письмо министру здравоохранения о ковиде. Было такое? Да. Вам не пришло ответ? Нет. И вы больше не спрашивали? А у кого спрашивают? Ну, куда вы отправили письмо? Ну, во-первых, ответить на это письмо... Я написал это письмо, а дальше уже... Это проблема того человека, который адресовано это письмо. Если он не посчитал нужным ответить, мне... Ну, значит, он не посчитал нужным ответить. Это уже его проблема, это не моя проблема. Моё же стремление, моё желание было в том, чтобы обратиться к человеку, чтобы он обратил внимание на эту проблему. Но если он не посчитал нужным, то, собственно, это уже его проблема. А вы откуда... У вас была такая уверенность, что действительно сейчас нужно вот это письмо написать? Нет. Во-первых, это было не чувство уверенности. Во-первых, это было чувство, что что-то мне подсказало, что нужно всё-таки предложить, чтобы приняли какие-то меры. В принципе, и без меня эти меры принимались. И достаточно... Думаю, что достаточно. Хотелось бы верить, что это достаточно эффективные меры. Но в тот момент я, как гражданин, я, как человек, просто посчитал нужным обратиться к бывшему министру здравоохранения с таким письмом. Но, к сожалению, ответа не дождался. В июнь месяце этого же года вас выбрали омбудсменом в семье Таджикистана. Омбудсмен — это человек, ну, вы знаете, ребятам, возможно, кто-то, как я, первый раз слышит это слово. Это человек, который должен следить за содержанием журналистики, и как они ведут дела, и что они пишут, и на каком это уровне. Ну, в основном цель создания института омбудсменов заключается в том, чтобы совместно с Нан Смит, с Акаином-Ледином Коршебоевым, была разработана эта идея, чтобы у каждой редакции, у каждого телевидения, в общем, средством массовой информации был один человек, который будет заниматься вопросами повышения квалификации правовой грамотности и другими вопросами по защите прав журналистов, обучению журналистов, правовой грамотности журналистов, и соблюдению журналистской этики в Таджикистане. Вы, в принципе, знаете об этом, что в 2000, в каком году сейчас, не могу точно сказать, по-моему, в 2009 году был принят этический кодекс журналиста Таджикистана, он состоит из 17 пунктов. В принципе, этот этический кодекс, он направлен на то, чтобы оберегать журналистов от каких-то правовых преследований. И вот одна из ветвей деятельности омбудсменов, это вот эту задачу поставить перед собой, чтобы, ну, грубо говоря, ребята, чтобы не допускали правовых ошибок, чтобы они не преследовались в правом поле, чтобы они работали профессионально, а профессиональный журналист, он не только пишущий, говорящий, но и соблюдающий законы, и знающий свои права. Как думаете, на каком уровне журналистка в Таджикистане? На каком уровне? Да. У нас есть достаточно много профессиональных журналистов. Вообще, вы довольны журналистикой в Таджикистане? Что значит? Работает, вот работа журналиста, это четвертая власть, насколько я знаю. Как вы думаете, они достаточно хорошо делают свою работу? Думаю, что да. Ну, вот прошло несколько месяцев, вы там, ну, как бы, вы должны смотреть какие-то материалы, да, нам делать какие-то, не знаю, заметки. Как вы оцениваете вообще журналистик в Таджикистане? Журналистка в Таджикистане есть, это без сомнения, она есть. И школа хорошая журналистикой у нас тоже есть. У наших журналистов просто есть некая самоцензура, которая не позволяет им, как бы, в полной мере выполнять свои журналистские обязанности. Это основная причина? Думаю, что да. Опять же, в интервью вы сказали, что Саид Мурот Довлатов является один из авторов, который вы сильно читаете, уважаете. Да. Три полезных вещей, которые вы используете в работе, в жизни из его книг? Любое усилие над собой дает результат. Первое. Второе. Пока вы не начнете действовать, у вас ничего нового в жизни происходить не будет. Ну, в этом контексте. Да, я сейчас дословно не могу вам повторить то, что, допустим, а вы мои принципы имеете в виду? Нет, то, что вы прочитали из его книги, вам помогло, и вы в жизни это используете, вы довольны. Да, вот так вот. В принципе, в контексте я буду говорить. Пока вы не начнете сами что-то делать, в вашей жизни ничего нового происходить не будет. Второе. Это было вторым. Первое, что я сказал, первое было по поводу любой усилий над собой приносит, обязательно приносит результат. И третье, не забывайте поверить в то, что вы делаете. Вот именно вера в то, что ты делаешь, вера в то, что ты делаешь, помогает тебе двигаться. Естественно, если ты не веришь во что-то, но все-таки ради денег это делаешь. Однозначно. Есть вещи, которые ты делаешь с удовольствием, и это еще плюс ко всему влияет на качество твоей работы и приносит неплохие деньги. А есть вещи, которые ты вынужден делать ради денег. Так вот, в принципе, я считаю, что не надо делать что-то вынужденно ради денег. Нужно заниматься тем, что тебе нравится. А как вы думаете, он пишет ради денег или ему это нравится? Я не думал об этом, в принципе, мне это неинтересно. А в чем ваш интерес к его книгам? Мой интерес к его книгам в том, что я там нахожу те вещи, которые... Может быть, о чем-то я раньше не задумывался, но когда я листаю и читаю с этого рода Довлатова, я начинаю понимать, что, в принципе, где-то в какой-то части мозга, где-то я о чем-то может быть... Вы знаете, когда читаешь книгу, в принципе, может быть, это и феномен, не феномен, а как это называется... Ну, в общем, проехали. Когда читаешь какую-то книгу, тебе кажется, что ты это знаешь. У вас было такое? Или когда выступает какой-то спикер, тебе кажется, что ты это знаешь. И когда ты начинаешь понимать, что вот в этом ракурсе ты не думал, вот именно в таком направлении ты не думал. А мышление человека тоже имеет же свою плоскость. В большей степени много людей думают именно вот в такой плоскости. А нужно научиться думать еще и в 3D измерении. То есть не только отсюда туда смотреть, но нужно уметь смотреть и сверху на предметы, и снизу, и сбоку. Так вот, когда я читаю не только его книги, но и его книги в том числе, я начинаю понимать, что взгляд на вещи и взгляд на все происходящее в жизни, он не может быть однобоким. Нужно научиться именно мыслить и смотреть на вещи более ширше и в 3D формате. С разных сторон. По-моему, он был у вас на канале. Он участвовал, у нас на канале, да. Когда вы читаете его книги и встречаетесь с ним, и общаетесь, как вы думаете, соответствовать его слова с его книгами? Да. Абсолютно. По крайней мере, я ни разу не почувствовал при общении с Эдмародом Даллатом, что он врет, или что он неискренен. В конце каждого выпуска задаем блиц-вопросы, на которые вы можете отвечать коротко, а можете отвечать, как вам удобно, не коротко. ТВ или сцена? ТВ. Самокритика. Три самокритики о себе. Три самокритики – это прям выпалить вам? Ну да. Прострелить? Да. Три самокритики о себе. Мне кажется, что я мало работаю. Мне кажется, что я очень медленно действую. Я сам критикую себя в этом направлении. И мне кажется, что мне не хватает немного умеренной дерзости. Опять же, в одном из интервью вы сказали, что есть запреты, которые я нарушаю, вы говорите. Три запрета, которые вы нарушаете чаще всего. Я курю, к сожалению. Этого не надо делать, это вредно для здоровья. Я по своему характеру очень импульсивный. У меня воспаленное чувство справедливости. И когда я вижу, что что-то происходит несправедливое, это отражается на моих эмоциях. Это мне не нравится. И третье... 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 Хочу начать бегать. Каждый год 1 марта. Две недели начинаю, а потом это все как-то уходит на нет. Так это же не запреты. А, вы о запретах. Я к первой мысли вернулся. Я курю, я... Ну, то, что я эмоционально, это тоже как бы, да? По медицине это запрещается, это вредно для здоровья. Согласен. Вот. Я нарушаю этот запрет. Медицины. Я думаю, что психоэмоциональное состояние человека влияет напрямую на его здоровье. Вот. Ну и третье... Давайте я вспомню, потом скажу третью вещь. Оно есть. Я просто сейчас сразу сходу не могу вспомнить. Хорошо. Кто такой, по-вашему, успешный человек? Успешный человек – это тот человек, от которого есть польза для других. В одном из интервью вы сказали, что профессия должна отблагодарить. То есть сначала ты работаешь на имя, потом имя на тебе. В вашем случае вы на какой стадии? Я думаю, что я как раз таки нахожусь на той стадии, когда моя профессия как бы начинает меня благодарить. Ну, если вы имели в виду... Ну, ладно, поехали дальше. Если вы имели в виду в денежном измерении, то это нет. Для меня это не суть. Для меня это не суть. Не в денежном? Нет, не в денежном. Да, я тоже самое имел в виду. Хорошо. Лучшее место в Таджикистане? Где я побывал или где я считаю? Считаете? Лучшее место это все-таки Кайракум. Можно узнать почему? А? Можно узнать почему? Мне нравится. Мы же отвечаем на вопросы через призму своего восприятия. Нравится, говорим да. Не нравится, говорим нет. Абсолютно. И последний вопрос, который я задаю всем нашим интересным личностям Таджикистана и хочу понять, в чем ценность? Ценность жизни? Ценность чего? Ценность нашего народа. Ценность... Вот ваша ценность. Как вы думаете, в чем ценность? Я пытаюсь всегда сделать так, чтобы кому-то принести, хоть в мизерном объеме, хоть в большом объеме, не важно, чтобы от меня был толк. Не только для себя, но и для другого человека. Спасибо вам огромное. Приятно было с вами пообщаться. Вы на самом деле задаете очень волнительные вопросы, очень классные вопросы. По крайней мере, стилистика отличается. Здорово.